МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Нью-ТВ вечерний выпуск новостей. С вами Руслан Харизов и главные темы уходящего дня. Отдать ребенка в первый класс – миссия невыполнима. От 5 тысяч сомов до 1 тысячи долларов стоит зачисление в школу вашего чада в столице. Маршрутки вдруг перестали ездить. Жители новостройки Ханты-Нир негодуют, почему в их местность не ходит общественный транспорт. Проект «Безопасный микрорайон» запустили в одном из районов Бишкека. Что о нем известно и как он работает, смотрите в нашем выпуске. Правительство отозвало лицензию компании «Юразия» в Кыргызстане на разработку уранового месторождения на Кызыломпульской площади в Тонском районе из Сыкульской области. Цитирую Кубадбека Буронова. «Я официально заявляю, что месторождение закрыто. У компании нет прав не то, что на добычу, даже на геолого-разведочные работы. Мы отозвали лицензию», – сказал на встрече с местными жителями первый вице-премьер-министр. Джогур Кукинеш поддержал отчет правительства. Парламент заслушивал отчет Кабинета министров во главе с Мухаммед Калэем и Балгазиевым полтора дня и в итоге признал работу его команды удовлетворительной. Решение принято сегодня на заседании. Депутаты сошлись во мнении, что Кабмин работает хорошо, но нужны реформы. Нардеп Исхак Масалиев предложил признать отчет неудовлетворительным, однако коллеги его не поддержали. От 5000 сумм до 1000 долларов – это суммы взносов при поступлении в первый класс столицы. Анализ провели депутаты парламента, но многие родители пока еще скрывают это. Минобразование вроде как в курсе, но, как говорится, не пойман не вор. Тем временем эксперты винят директоров школ, которые управляют долгие годы и уже не боятся проверок надзорных органов. Подробности в материале Элизы Балбаковой. Вступительные взносы при приеме в первый класс, а точнее и правильнее сказать, добровольная родительская поддержка. Руководители городских школ гимназии уже открыто заявляли о своих ставках. Варьируется эта сумма от 5000 сумм до 1000 долларов. Такой анализ провела депутат Джулур Кукини Шайда Исмаилова, которая рассказала, что родители боятся называть образовательные учреждения и фамилии. Это правда. Многие отказались комментировать нам на камеру. Все зависит от статуса школы. Если гимназия или лицей, то ставки при поступлении дороже. Иногда удается договориться с директором школы или же заучим. Там как повезет. Но взнос обязательный. Если 5000, то тебе повезло. А то и до высокой цены доходят. Ради ребенка соглашаемся. Говорят, что на поддержку школы уходят деньги. На эти средства администрация ремонтирует саму школу или же решает другие хозяйственные вопросы. Родители уже и привыкли к требованиям об оплате. Хотя в основном законе в черном по белому написано бесплатно. Но уже не актуально говорить о бесплатном образовании или как-то уже неуместно. Коль пошли такие дела. Жалобы за жалобами. Но министерство пока не в силе остановить серые схемы в образовании. Не раз поднимался вопрос ротации кадров, а именно директоров школ, которые долгие годы наживаются на родительских деньгах и являются как раз зачинщиками всех небылиц. Эти директора обрастают вот такими связями и, соответственно, находят общий язык с местными властями. Директора школ становятся очень нужными, особенно в период выборов, поскольку у каждого директора есть подчинение несколько десятков, как минимум, учителей. Очень многие боятся писать заявление, потому что боятся за то, что там будет какое-то неадекватное отношение по отношению к их детям. При несменяемом директоре школы-гимназии номер 51 в Бишкеке, которая руководит учреждением почти как 30 лет, сменились 4 президента нашей страны. За эти годы руководству директору удалось добиться в статусе гимназии. Правда, получить комментарии от директора со столь высоким стажем не удалось. Она была на больничном отпуске. Думаю, правильно. В каждой школе действительно, если будет, например, определенный срок, здесь по 5 лет работать директор, это будет, думаю, плюс. Наш директор сейчас находится по состоянию здоровья на больничном. Коллектив, в принципе, как поддерживает ротацию и считает, что она необходима обмен опытом, стажем, знанием, талантом, всем тем, что поможет поднять школу на новый уровень, говорят педагоги. Но без согласия директоров Миноборнауки не имеет права переназначать руководителей. А, как известно, на это не соглашаются многие директоры. Я работаю в 33-й школе гимназии директором уже 18-й год. Я получила ее в ужасном состоянии. Она была похожа на туберкулезную больницу. Вся серая и без ремонта. Вся администрация усилиями подняла ее и сделала конфеткой. Я болею за эту школу и уходить в другую и начинать все сначала не хочу. Ведь есть те школы, в которых директоры ничем не занимаются или же школа никак не развивается. Мне жаль, но это правда. Вот так и в других школах. Но хорошо, если многие не хотят покидать родные стены и намерены дальше развивать учреждения. А если преследуются другие корыстные цели, то плачевно. Согласно постановлению Минобразования, 17-го года директор назначается сроком на 5 лет. Но в случае эффективной работы, как менеджера, срок продлевают настолько же, но не больше. Но, как отметили в ведомстве, в деятельность школы и вопросы на значение кадров часто вмешиваются районные центры образования или же местные власти. Здесь насчет ротации, многие говорят, ротации, да. Но здесь есть тяжелые случаи, с которыми мы сталкиваемся. Есть такой большой опыт, вот Иссык-Кульский район, Баэтов всего. Директор школы. Утром в 8 часов утра в рабочее время начали занятия. В соседнем кабинете стоит бутылка водки и так далее. Районный отдел увольняет его. Это грубее, чем нарушение. Но районный отдел, может, уволил чуть-чуть неправильно по статье, юридический педагогин. Суд восстанавливает это. Главы местных администраций вмешиваются в работу и образование, вплоть до завхозов на значение. Директора там, несмотря на качество и так далее, предлагают. А касаемо вступительных взносов и спонсорских родительских деньгах, то виноваты и сами родители, которые не обращаются с заявлением в милицию и скрывают всю черную бухгалтерию и школ. Надежда была и на электронную очередь, так и она не заработала в полную силу. Более того, у кыргызстанцев мало веры на то, что система исключит коррупцию и человеческий фактор. Елизавета Балбакова, Достан Касканов, НИО-ТВ. В новостройке Хантынир перестал курсировать общественный транспорт. Жителям приходится добираться пешком 2 километра до ближайшей остановки. В особенности люди переживают за детей. Водители же ссылаются на плохую дорогу. В чем же причина и о других проблемах данной местности, расскажет моя коллега Бегима Джанбекова. Еще с октября прошлого года здесь перестал курсировать общественный транспорт. Жалуются жители новостройки Хантынир в село Кокджар Чуйской области. Жильцам около 150 домов приходится ежедневно проходить почти 2 километра, чтобы добраться до ближайшей остановки. Летом поднимается пыль, в дождливую погоду невозможно пройти, грязь и слякоть. Жители по сей день не понимают, почему маршрутное такси под номером 199 не доезжает до своей конечной. Каждый раз нам приходится пешком с детьми, особенно когда снег, когда мороз. Здесь вообще регион такой ветреный. Дороги у нас намного лучше, чем... Мы же видим в городе другие жилмассивы. Какие плохие дороги, но тем не менее с города маршрутки туда ходят. Больше всего граждане боятся за своих детей, ведь вдоль этой дороги находится быстроток, где вода протекает со скоростью 50 километров в час. Ежегодно здесь тонут 2-3 человека, рассказывает Максат Кочиев. Транспорт здесь не ездит. Дети идут в школу по этой дороге, вдоль которой расположен быстроток. Вода здесь уносила и автомобили, и трактор, скот. Самое страшное, что в год погибают несколько человек. Летом уровень воды поднимается до максимума. Здесь даже взрослые боятся проходить. Водители же маршрутных такси объяснили причину тем, что дорога плоха, а также им невыгодно доезжать до конечной ради нескольких пассажиров. Мы не хотим доезжать до прошлой конечной, потому что у нас ходовые ломаются из-за плохой дороги. Вся проблема в этом. Мы не раз обращались в местную администрацию, но Аким сказал, что не будет делать эту дорогу. Мы приняли решение больше не ездить там. И так мы терпели год. Также там выходят мало пассажиров. Нам невыгодно. За разъяснениями всей ситуации наша съемочная группа обратилась к главе Кокджарского аильного округа. Однако он отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. Странно то, чтобы получить у него хоть какую-либо информацию, нужно заранее записываться на прием. Местные жители рассказывают, что глава Кокджарского сельского округа до этого не проводил никакие разъяснительные работы по каким-либо проблемам. Также питьевую воду людям пришлось провести самостоятельно, так как местная администрация не принимает участие в решении проблемных вопросов новостройки хантейнер. Кыргызский национальный драматический театр, или же как еще его называют храм культуры, нуждается в капитальном ремонте. Основная проблема – непригодная крыша, из-за которой во время дождей вода обильно проникает внутрь театра и разрушает полы. Несмотря на то, что театр – единственный культурный храм, имеющий статус национального, ремонт здесь проводился очень давно. Подробности у нашего корреспондента. Во время обильных дождей в большей степени страдает именно эта часть театра. Технический персонал не успевает отмывать пол, и поэтому сотрудники решили просто поставить ведра. Однако и этот способ не решает проблему. Полы из-за частых дождей уже набухли, и поэтому решили накрыть их рекламными баннерами. Такая картина уже не меняется два года. Особенно эта проблема ярко выражается весной и осенью. Работаем до тех пор, пока ноги не промокнут. Сейчас я из маленького места протёрла и вынесла ведро воды. Работаем вот так вот до шести вечера. Боимся, что в итоге крыша может просто на нас рухнуть. Театр был построен ещё в 70-е годы прошлого столетия. С тех пор здесь не было проведено достойного капитального ремонта. Причина, по которой вода во время дождей проникает внутрь, кроется в том, что крыша «Крыгдрама» обделана чёрной сполой. Во время сильных морозов она замерзает, а когда наступает потепление, трескается. И вот именно из этих трещин вода и течёт, сетуют работники театра. Впрочем, в правительстве об этой проблеме знают давно. Коллектив «Крыгдрама» уже рассчитала общую сумму расходов за ремонт и отправила на рассмотрение. Но на этом всё и заканчивается. Каждый год власти разводят руками и говорят, что денег нет. А значит, с дырявой крышей придётся проработать ещё неизвестно сколько. В этом году уже точно правительство не планирует делать здесь ремонт, так как в бюджете этот вопрос не рассчитан. В правительстве вроде как обещали, что найдутся средства. Если не в этом, то в следующем году. Отремонтируем не только помещение, но и обновим все кресла. Вот тогда будет очень хорошо. Несмотря на плачевное состояние театра, зрители ходят на премьеры спектаклей и днём, и вечером. Руководство культурного храма вынуждено сдавать сцену и получать от этой дополнительной прибыли и расходовать их на нужды театра, так как выделенных средств из госбюджета недостаточно. Однако этот шаг общество принимает в штыки. Вспомним тот скандал, произошедший в русском театре оперы и балета, когда руководство театра выделило зал для компьютерной игры Дота. И после чего директора не только раскритиковали за это действие, но и уволили с работы. Этот директор театра оперы и балета что хочет сделать за счет этих денег за аренду? Конечно же, также решить такие же проблемы, которые есть в кэрдраме. Из бюджета деньги на эти проблемы не выделяются. О чем говорит такая ситуация с системой культуры 21 века? О том, что происходит национальная деградация. О том, что наше руководство страны не посещает такие места. Специалисты отмечают, что такая картина во многих домах культуры Кыргызстана. И руководителям не стоит запрещать искать финансы из других источников. И при этом не зависеть от государства и ждать от нее денег. Ведь если преобразуются театры Кыргызстана, то и зрителей будет больше. А это значит, что культура среди народа будет только расти. Аида Матбекова, Душен Шаршимбеков, Алтымбек Сакиев, Нью-Ти-Ви. Хвостохранилища в городе Майлусу спустя 53 года все еще наносят вред экологии и здоровью жителей. Специалисты же уверяют, что все остатки были рекультивированы. Однако население продолжает жаловаться. Подробности в следующем материале. У жительницы города Майлусу Базаркан-Садыкова рак. А у ее маленькой внучки проблемы с сердцем. Болезни передались по наследству. Причиной стала разработка урана. Такие проблемы со здоровьем имеются и у соседей. В некоторых семьях рождаются сразу двое детей с отклонениями. В городе имеются всего 33 рекультивационных хвостохранилищ. Они содержат около 3 миллионов километров ядовитых веществ. К сожалению, эти места ничем не оградили. И сейчас они превратились в пазвища для скота. Ответственные госорганы сообщают, что ограждения были демонтированы местными жителями. По требованиям эти места должны быть ограждены, чтобы не входили на эту территорию животные. Однако местные жители по частям разобрали существующее ограждение. Урановые отходы в основном расположены возле реки, где есть риски оползений. При таких природных катаклизмах ядовитые вещества могут быть вынесены наружу. Для того, чтобы это предотвратить, нужно 5 миллионов сомов. Берега реки мы укрепили камнями в 2015-2016 годах. Тогда средств не хватило. Для рекультивации всех радиоактивных отходов потребуется 50 миллионов евро. Сейчас вопрос рассматривается со стороны Евросоюза. Мы предлагаем установить ограждение нового образца. Если деньги будут выделены, работа завершится в течение пяти лет. Хотя специалисты сообщают, что сейчас хвостохранилища не вредны, местные жители жалуются на здоровье и загрязнение экологии. Переехать они себе позволить не могут. Кто-то из-за нехватки средств, кто-то не желает покидать родные края. Приезжать в гости остается на один день от силы. Недомогание начинается моментально. Давление поднимается. Страдают в основном дети. Мы-то уже прожили. Чтобы переехать в другое село, потребуется еще 10 лет, чтобы построить новый дом. Напомним, завод по разработке урана был закрыт в 1966 году. Позже завершились работы в шахтах. Рекультивация хвостохранилищ началась с 1946 года. Сейчас в городе Майлюсу проживают более 25 тысяч граждан. В Бишкеке временно закрываются отрезки двух улиц. Такие неудобства для водителей связаны с прокладкой инженерных сетей. С сегодняшнего дня частично ограничено движение по улице Киевской на участке между Умиталиево и Шевченко. Работы по прокладке водопровода и тепловой сети продлятся до 10 мая. В этот же день частично перекрыли движение по улице Аджибек-Батыра между улицами Шатыру-Стовели и Джунусалиева. Здесь проведут аналогичные работы, которые также завершатся 10 мая. Проект «Безопасный микрорайон» запущен в одном из спокойных районов Бишкека. Устанавливать камеры наружного наблюдения начали еще в январе, однако полностью запустить систему удалось лишь несколько дней назад. Выигравшая тендер компания установила 72 видеокамеры, 42 из них с функцией зума, что позволяет приближать и фокусироваться на объекте. Подробнее о положительных нововведениях столицы расскажет Перезад Бакытова. «Безопасным 6-й микрорайон сделали камерой», утверждает начальник ГУВД Канаджумагазиев. По его словам, эффект одних можно заметить по статистике. 20 преступлений за первый квартал, что меньше в 5 раз за аналогичный период прошлого года. «Здесь можно увидеть, вот видите, четко видно даже номер машины, что это нам дает. Несколько случаев было, два тяжких, особо тяжких преступления здесь раскрыто, которые совершены в других районах, но имели события, то есть один выходил здесь из дома и так далее». Техообслуживание производит выигравшая тендер компания «Осо-профи-центр». Устранять неполадки, обновлять систему и хранить данные они будут в течение 45 месяцев или почти 4 года. Серверы и пункт наблюдения базируются в Октябрьском ГУВД. Как утверждают специалисты, камеры работают круглые сутки. Отснятый материал хранится в течение одного месяца. Правда, функция ночного видения, к сожалению, отсутствует. «Есть подсветка. Подсветка позволяет видеть в ночное время. В ночное время камеры, как вы знаете, показывают в черно-белом режиме. Объем архива составляет месяц. Есть возможность увеличивать этот архив, расширять эту всю систему. Сейчас находится у нас 16 терабайт». 72 камеры установили на перекрестках с видом на тротуары и улицы. 42 из них могут зумировать картину, то есть приближать и фокусировать отдельные объекты. Закупили оборудование на средства городского бюджета. На это ушло полтора миллиона сомов. Камеры российского производства техника под брендом «Оптимус» изготавливается из комплектующих мировых производителей Sony Pixel Plus Eptino. Ожидается подключение к проекту безопасный микрорайон 12, Юг-2 и Асамбай. Однако проект не предусматривает установку камер в подъездах и дворах. Жители дома 32-1 того же 6 микрорайона собрали 27 тысяч сомов и установили 4 камеры. Они имеют такие же функции, что и те, которые закупил муниципалитет. Эта камера охватывает вход подъезда и часть двора. Здесь мы повесили контакты участковых сотрудников районного управления внутренних дел. Камера не раз помогала нам в трудных ситуациях. Примечательно, что в качестве пилотного района выбрали именно 6 микрорайон, который считается одним из самых спокойных и спальных районов города. Почему бы камеры не установить в той части Бишкека, где это действительно помогло бы сократить преступность? На вопрос правоохранительных органов указывают на горки неж. Видимо, депутаты БГК считают 6 микрорайон самым небезопасным. Кызыл-Октябрьский и Аильный округ Узгенского района в будущем году выйдет из дотации. Сейчас местная власть на бюджетные средства отремонтировала дошкольные учреждения села и сократила нехватку спальных мест в садах. Кроме того, были привлечены инвесторы и планируется открытие кирпичного завода. А значит, создадутся и новые рабочие места, в которых так нуждается население. В рамках года развития региона Аильный округ увеличил объем площади орошаемых земель. Подробности далее. Этот проект стартовал по инициативе молодежи села и мигрантов, работающих в России. На проект спортивного зала ушло 16 миллионов сомов. Все работы по документации мы завершили. В прошлом году с местного бюджета выделили 400 тысяч сомов. В этом году планируем еще выделить значительную сумму денег. Этот спортзал можно назвать борцовским. Будут все условия. Горячий душ, раздевалка, просторные помещения. В детском саду в самом дальнем селе нашей местности, которое нуждалось, в реконструкции тоже мы сделали ремонт на средства местного бюджета. Второй сад, который мы открыли в задней части школы, тоже был отремонтирован. Систему отопления улучшили. Два детских сада сейчас обеспечивают почти 80% населения. Мы говорим о развитии регионов. В этом направлении нашим округом проводится ряд работ. Например, с помощью инвесторов мы скоро откроем кирпичный завод, который обеспечит работы многих ребят наших сел. Сейчас правительство поручило задание открыть единое окно. Идет цифровизация всех господразделений нашего Аймака. Мы делаем все, чтобы обеспечить интернетом население. В Казыл-Октябрьском Айлу-Кмуту есть 9 сел. Например, жители села Интымак обеспечены питьевой, поливной водами. Тоже есть школа новая, недавно построили. Все село, хоть и оно и новое, мы обеспечили освещением. Улучшили ирригацию. Теперь для фермеров нет затруднений. Вот это вода, которая приходит с Арыка. Раньше вся вода уходила не на полив. Сейчас после всех изменений стало намного легче. Проблемы с поливом исчезли. Сейчас ведутся переговоры с одной компанией, которая просит 2 гектара земли и готова построить нашим сельчанам детский сад и колледж с общежитиями. Это хороший шанс для наших педагогов, у которых нет возможности жилья или другие обстоятельства. И на этом у нас сегодня все. Наши журналисты продолжают следить за развитием событий в стране и за ее пределами. С вами был Руслан Харизов. Увидимся завтра. Руслан Харизов Руслан Харизов